Всем привет! Это программа Russian Slow Motion и, наконец-то, из темной студии мы выбрались на открытый воздух, где солнечно, тепло. А вот наш сегодняшний гость – картофеля Пушка. Как нетрудно догадаться по названию, стреляет она картофелинами. Во что мы будем стрелять и что из этого получится? Смотрите. Картофели Пушка – устройство, сделанное нашими коллегами с канала «Простая наука». Все ссылки в описании. А наши партнеры предоставили для съемок, как всегда, отличные скоростные камеры Эверкамп. Так что все процессы вы увидите с частотой съемки 4,5 тысячи кадров в секунду. Так. Теперь к эксперименту. Вот как работает картофели Пушка. Клубень среднего размера надо вот так затолкать в ствол. Первую, кажется, я испортил. Так, хорошо. Затем продвинуть его к основанию шомполом. Лаком для волос пару раз прыснуть в, ну, назовем ее камеру возгорания. Завинтить крышку. И я нащупываю рукой кнопку электрошокера. Он создаст в камере возгорания искру. Мы готовы. Вы готовы? Поехали. Подобные штуки отлично смотрятся на сверхзамедленной скорости. Видно, как ствол слегка изгибается во время выстрела. Это волна от движения картошки внутри него. Даже при такой высокой скорости съемки снаряд вылетает очень быстро. И его ударная мощь, между прочим, приличная. Ну что, первая цель. Это у нас 10 помидоров. Их же 10? Их 10. По-моему, мимо. Забиваем снаряд. Поправку по ветру не забудь сделать. Я поправку по ветру сделаю, да. Рассыпались. Да что ж такое. Меняем укладчика помидоров. Айвар, это катастрофа. Все стало хуже гораздо. У меня там воспламеняемая горючая смесь. Она сейчас самовоспламенится уже. Ну и, наконец... Пробуем. Уходи. Есть! И помидор прилетел мне прямо в руку. Крышка прикипает каждый раз. Все ради вот этого кадра. Так, ну что, у нас сейчас будет очень маленькая цель. Это воздушный шарик, наполненный водой. Поэтому стрелять будем с упора. Внимание! Да! А-а-а! Пока вы смотрите на красоту, я просто напомню, что во время этого выстрела забрала защитные маски, я забыл опустить. Это очень плохо. У меня уже был в жизни случай, когда небольшая картофель-пушка взорвалась во время выстрела, и я получил рассечение возле глаза. И... И... А-а-а! 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 Ну, а наша следующая цель — шарик с не-ньютоновской жидкостью, то есть с водой и крахмалом. Мы, если честно, даже не знали, какой будет эффект от выстрела по такой цели. Так что действовали на удачу. Приготовились! Как я и говорил, слишком толстый шарик. Хорошо, что не в лоб. Но на скоростной съемке Эверкамом удар картошки по шарику выглядит просто безумно. Глазами такого никогда не увидишь. Во второй части программы у нас, как всегда, необычный гость. И для наших целей вместо пушки будем использовать взрывчатку. Смотрим дальше. Василий — пиротехник. Мы пригласили его, чтобы снять взрывы на сверхзамедленной скорости. И первая цель — тот самый злосчастный шарик с не-ньютоновской жидкостью внутри. Мы посмотрим, как у тебя это получится. Как я, насколько я постараюсь. Насколько ты постараешься, да. Я тоже посмотрю. Но мы готовы. Все готовы? Раз, два, три. Это жалкое зрелище было, Василий. Шарик не лопнул. Его просто пробило. Фактически то, что вы видите — это волна от взрыва. Так, ну, с прошлым шариком как-то у нас вышло не очень. Шарик нас победил, да. Теперь внутри шарика взрывчатка побольше. Побольше. Я тоже присяду. Раз, два, три. Потрясающе. Картинка великолепная. По-моему, даже просто. По-моему, ни больше, ни меньше. Я бы сказал больше — картинка завораживающая. Пиротехнический заряд взрывается внутри не-ньютоновской жидкости, и она разлетается уже не как жидкое, а как твердое тело. Повторюсь, это потому что вода с крахмалом в определенной концентрации становится восприимчивой к давлению. Чем сильнее на нее давить, тем плотнее она делается. Что мы и видим. Это был проект Russian Slow Motion. Если вам понравилось, то не забывайте подписываться на канал и читайте информацию в описании к этому видео, потому что там есть все необходимые данные. До новых встреч и счастливо!